Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец яично-подсобного хозяйства. Сейчас уже осень, но работы в саду еще довольно много, хотя дачный сезон ближется к завершению. В этот период нужно позаботиться о нашем саде, о плодовых деревьях и ягодных кустарниках. Следует обратить внимание на приствольные круги. И сегодня я расскажу, как правильно обустроить приствольные круги, как их содержать в чистоте и какие удобрения нужно внести под зиму, чтобы в следующем году плодовые деревья и ягодные кустарники порадовали урожаем. Приствольный круг – это территория вокруг дерева, которая весь сезон должна содержаться в чистоте без каких-либо сорняков. Для молодых деревьев возрастом 2-3 года диаметр приствольного круга должен составлять 1,5-2 метра. Для взрослых деревьев диаметр около 3 метров. Для ягодных кустарников диаметр немного меньше, примерно 1-2 метра, в зависимости от габаритов куста. В летний период приствольные круги нужно регулярно полоть и рыхлить. Но если у вас большой сад, конечно же, это будет отнимать много времени и сил. Гораздо лучше приствольные круги замульчировать скошной травой. Под слоем скошной травы земля не будет уплотняться, будет всегда влажной и рыхлой. А также трава в процессе разложения и переработки почвенными организмами будет служить дополнительным питанием для деревьев и кустарников. В осенний же период старую мульчу нужно удалить. Также нужно удалить все сорняки и опавшую листву. Ведь данные материалы могут служить источником распространения различных заболеваний, а также служить хорошим жилищем на период зимы для различных грызунов и других вредителей. Как правило, под слоем мульчи почва не слишком уплотняется и рыхлить ее не обязательно. Но если у вас все лето приствольные круги не были замульчированы, то почва, конечно же, уплотнилась и нужно ее подрыхлить. Почву можно подрыхлить обычной лопатой либо тяпкой. Однако у молодых деревьев и особенно ягодных кустарников, например, у смородины либо крыжовника, довольно поверхностная корневая система, и ее можно легко повредить. Поэтому рыхление должно быть неглубоким, поверхностным, чтобы не задеть, не повредить корневую систему. Ведь если повредить корни, особенно у молодых яблонь либо груш, то это может вызвать подмерзание дерева и даже гибель. Как только приствольный круг очищен, нужно приступить к укладке новой мульчи. В осенний период лучше всего использовать перепревший компост либо навоз. Приствольный круг засыпают слоем 5-6 сантиметров. Если брать молодое дерево, плодовое которому 2-3 года, под него нужно внести примерно 2-3 десятилитровых ведра компоста. Компост будет служить утеплением зимой для корневой системы, а в летний период, опять же, послужит хорошим питанием для развития дерева. Компостом можно мульчировать практически все ягодные культарники и плодовые деревья на участке, но есть, конечно же, и исключения. Компостом не мульчируют голубику, бруснику, клюкву и другие растения, которые предпочитают кислую почву. Для голубики в осенний период лучше использовать в качестве мульчи перепревшие опилки хвойных пород, либо хвойный опад из леса. Такие материалы будут подкислять почву, а также будут препятствовать росту сорняков, будут подкислять почву, и урожай в этом случае будет хорошим. Обязательно наведите порядок у себя в саду, очистите приствольные круги и замульчируйте их перепревшим компостом. И в следующем году у вас в саду будет отличный и здоровый урожай. Спасибо за лайки и подписки. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok